Привет, мои дорогие девочки! Сегодня влог, я выходная дома. Расскажу вам то, что произошло, наверное, за последние месяцы, когда я не выходила в эфир. Ну, в принципе, ничего особенного, если честно говоря, не было. Ну, в общем, чисто болтология. Я буду убирать сегодня ёлочку. 28 января у меня ещё стоит ёлка. Вот, поэтому пора, пора. Вот, но сначала я сейчас пойду и буду подкрашивать, прокрашивать корешки. Крашусь, сейчас перехожу на более светлый оттенок, близкий к своему. Это пятёрка коричнево-классические, девочки. Вот, раз в полгода я хожу в парикмахерскую, беру вот таких вот две упаковки, и она мне прокрашивает, ну, от корней по всей длине. Вот, брала четвёрку, правда, раньше. Сейчас решили перейти на более светлый оттенок, потому что седина, её никуда не денешь. Ну, в общем, чтобы было посветлее. Когда чёрные-чёрные волосы, я красилась в чёрный, такой насыщенный, то, ну, чуть вот покрасишься, неделя проходит, и уже начинается чёлка у меня, видать. Вот, светлые более оттенки, они так не будут себя вести, поэтому перехожу на пятёрочку. Вот, раз в полгода, короче, красит меня парикмахер, подстрижка. А каждые две-три недели я подкрашиваюсь сама, только корешки. Ну, вот настолько примерно крашу. Но все волосы не крашу, потому что, ну, во-первых, это ни к чему, и, если честно, мне их жалко. Вот, поэтому сейчас пойду намажу голову, и потом уже буду. Половину упаковки, девчат, вот так вот развожу, и сама себя крашу легко, без проблем. Планирую красить волосы и с вами разговаривать. Ну, вы знаете, у нас в подъезде идёт ремонт, поэтому, девчат, вообще не знаю, получится или нет, дадут ли они. Потому что, вот, слышно, да, постоянно что-то сверлят, что-то долбают. Я смотрю туда в зеркало, смотрю сюда на себя и сюда в камеру. Поэтому, в общем, не знаю, какой-то такой влог получится. Когда сто лет не снимаешь, уже забываешь, как это всё, да. Вот, что хочу рассказать. Давайте, во-первых, про коронавирус, девочки, мальчики. Переболели у нас все. И знаете, такое ощущение, родители мои тяжело болели. Это вообще отдельная история. Все знают, как у нас происходит лечение в провинциях. Это, конечно, ужасно. Медицина не справляется полностью. Врач не приходит. КТ особо делать не хотят. В общем, всё сложно. Особенно, если ты до 60 или там до 65, то... Короче, когда заболели мои родители, они просто вызвали врача, к ним врач пришёл, думали, что простыли, под дождик попали, там дрова пилили они с папой. Ну, мам с папой. В общем, заготавливали. Вот. И папе сначала поставили гальморит, даже сделали снимки, представляете? Ну, поскольку им за 65 плюс, им сделали тесты. И буквально на следующий день, к вечеру, в 5 вечера, им позвонили и сказали, у вас положительные тесты. Всё. Роспотребнадзор у нас. Строгаем сидеть дома. Значит, до этого я ему уже... Ну, девочки, я выключилась, потому что, ну, смысл, да, вообще меня не слышно. Вот. Продолжала за это время краситься. Остановились мы на чём? Ну, в общем, я папе уже колол цифазолин два дня как. Естественно, я ему не переставала его колоть. Когда они задали вопрос, кто будет нам укол это делать, они сказали, делайте сами. Прикиньте, вот так вот вообще. Ну, то есть, никто не ходит, не делает уколы, а тем не менее, назначение колить антибиотики. Ну, естественно, я своих родителей не брошу никогда. и в маске, в перчатках ходила и продолжала колоть антибиотики утром и вечером. Ну, в общем-то, как, знаете, как войну своих не бросаем. Вот, честное слово, у меня других ассоциаций с тем временем нету. Вот. Добились мы, чтобы им сделали КТ. Было поражение 30%. Ну, лечение никто не назначал. С поликлиники после этого не позвонили ни разу. Единственное, общение было с Роспотребнадзором. Там очень хороший доктор, мама, ну, вышла на нее, общались, она рекомендовала, да, чем, как лечиться. И все, представляете? Ну, естественно, но я очень за этим следила, за ними, чтобы все было хорошо. У папы температура на третий, на четвертый день началась, ну, спала уже до 37, и потом совсем я не стала. Вот такая вот история. Приходили, да, им брали тесты. У папы тест после лечения был практически сразу уже отрицательный. У мамы почти месяц. Вы представляете? Ей ходят, все берут эти тесты на положительный-положительный. положительный-положительный. Вот. И даже нам приносили орбидол с Роспотребнадзора. Вот. Поэтому рекомендую вам, вот сейчас у меня такие рекомендации, добивайтесь, девочки, всего сами. Если пустите на самотек себя, родителей, ну, вообще, родных и близких кого-то там, звоните, добивайтесь, будете молчать, будет всем пофиг. Когда ты куда-то звонишь, когда ты добиваешься, рассказываешь ситуацию, то все нормально. То-то-то слава богу, все, родители выкарабкались. Потом, я не знаю, я не заболела, никакие тесты я не сдавала. У меня бесплатно их не берут, с какого перепугу я должна ходить и стучать. И сдавать это за свои деньги. Мне это было не надо. Если бы было мне это надо, я бы, естественно, это все сделала. Так у меня делал брат, ему нужно, потому что это было. Тоже был у него положительный тест, тоже сидел дома, ну, в общем, все дела. Далее, что происходит сейчас? Такое ощущение, что действительно есть это повторное заражение. У моей девочки, у Наташи, ну, в общем, вот смотрите, сдает человек тест. Он вроде бы болел, но когда болела в конце ноября, декабрь, она тест не сдавала, да? Ну, болела она, не болела. Потом, когда это, ну, будущее моя молодуха, скажем так, молодуха, слово противное, сама молодуха, будущее моя доча, вот это вот лучше. Вот. Перед тем, как ехать к нам, она сдала тест, у нее было отрицательное. Буквально сейчас, конец января 2021 года, она кашляет неделю. Пошла в поликлинику, отсидела там 5 часов, никакого результата, не досиделать, короче, их не приняли. Вот. Пошла к платному, там, кстати, к платному тоже фиг попадешь, если у тебя признаки ОРВИ. Вот. Ну, молодец, добилась все-таки, что ее приняли. Сжалились, можно так сказать, платно, да? Вот. Назначили тест, дала на тест на G и на M, у нее и там хороший титр, и на M хороший титр. G, антитела G, обозначают, что у тебя в крови есть антитела, да? M обозначает, что ты болеешь. И у нее G-350, 9, по-моему, M-319. Мы до сих пор ничего не можем понять, вот до сих пор мы не понимаем. Вот. Девочка моя еще болеет, продолжает болеть, но молодость, это, конечно, плюс этому коронавирусу. Вот. Что сказал доктор, тот из платной поликлиники? Он позвонил, сказал, вы к нам больше не ходите, я не знаю, это понятно. И как бы объясните, она говорит, объясните мне, я что, болею? Она говорит, ты можешь быть заразной, можешь быть не заразной. Возможно, ты тогда болела, и сейчас еще продолжаешь болеть. Возможно, ты тогда не болела. Возможно, ты сейчас только заболела. В общем, фиг поймешь чего. И в итоге она сказала, к сожалению, я тебе ничем не могу помочь, болезнь новая, не изученная, обращайся в поликлинику. Понимаете, да? Понимаете, да. Вот. Вот так вот, девочки. Поэтому надо себя беречь. Ну, как тут беречь? Я не знаю, как себя беречь. И болела я, не болела, я не знаю. Муж у меня болел, у него было и потеря обоняния еще летом. Мы жили абсолютно вместе. Ну, от родителей тогда мы еще летом изолировались. Ребенок был на даче у нас, ни с кем мы не общались. Вот. Я, ну, знаете, вроде чувствовала какие-то першения и все дела. К родителям тоже я ходила. Каждый день утром и вечером мне было все равно, заболею я или не заболею. Ну, конечно, я говорю, меры предосторожности я какие-то однозначно принимала. Но родителей надо было вытаскивать и следить за ними, потому что, знаете, когда за 70, там без детей никак. Вот. И опять же я говорю, не будешь настаивать, не будешь требовать, ни КТ тебе не сделают, ни лекарств тебе ничего не привезут. А лекарства, денег у нас ушло очень много на эти лекарства. Я помню, первый раз, когда они заболели, первый раз я пошла тысячи на четыре, купила через день, еще тысячи на двенадцать. В общем, мы считали, по-моему, тысяч 15 у нас ушло. Это с учетом еще того, что делали тесты бесплатно, да, нам, им, вернее. Вот. И орбидол привезли. Но орбидол привезли уже, когда мамы, все положительные, да положительные, месяц целый положительный. В общем, что за хрень, девчонки, что это реально за болезнь? Это, я не знаю, чуть-чуть такое. Вот я перед вами, девчата, не накрашены абсолютно, не тоны, ничего. Я утром только тоником прошлась и сделала свою сыворотку, начиная курс с протенолом. Обязательно всем рекомендую, девчонки, кто хочет быть молодой, пользуйтесь протенолом. Это просто бомба. Так, ну, наверное, все. Я уже вон на 7 минут наговорила, вот так вот мы болели коронавирусом, родные некоторые продолжают дальше болеть, и я не знаю, что делать. Получается, у меня родители вроде как бы успокоились, что у них антитела есть. Ну, не сдавали на антитела, опять же, это все платно. Ну, подумываем, пойти сдать, не сдать. В общем, не знаю. Вот, и получается, даже если у тебя есть эти антитела, ты все равно можешь опять заболеть. Нужна ли нам эта прививка? Или она не нужна? Вот 100% ответа нет у девчонки. И я везде смотрю, лазаю, читаю, ну, не ерунду всякую, а и ВОЗ там, и каких-то, короче, и те, кто за, и те, кто против. Везде все вот это вот смотрю, и не могу определиться. Опять начинаю отсверлить. Все, сейчас я докрашу, еще туда вот повторяю. Подключимся, наверное, с вами позже. Напишите, болели ли вы коронавирусом, как с этим справлялись. Все, пока гудят. Девочки, сходила в магазин, небольшие покупки, покажу вам. Много зелени, это лук, салат, петрушка, огурцы, сливочный такой, сыр. У меня Алексей, только вот сливочный. Любит, не дай бог, чтобы без всяких там грибов, ветчины, чистый, сливочный сыр. То же самое у нас с колбасой, никакие ветчины мы не едим. Особо так колбаса тоже, я не знаю, мы тоже и не едим. Но иногда просят бутерброд с булочкой, поэтому беру. Ну, это он сам себе выбрал. Вот такие любит, орел, мини и яшкина. Первый раз вот такой вот взяли кекс большой, с кубничным джемом, попробуем. Пятница сегодня, поэтому дозволяю иногда вот такие вот вкусные вредности, пепси, манго сок, очень вкусный, молоко, масло со скидкой в пятерки, девочки, по-моему, 99 рублей. Вот такая консервация, горошек. Я буду сегодня делать вкусный винегрет. Делала три дня назад, не наелись, представляете, еще запросили. ребята. И вот консервы. Печень трески, как-то подзакончилась, решила взять дальше скумбрию и должен быть тунец, если я не ошибаюсь. Нет горбуши. Значит, все-таки тунец я не взяла. Хочу из тунца сделать одно блюдо интересное, но не взяла. Почему? Не помню. Вот оливки взяла тоже, кстати, к тому блюду, которое собираюсь сделать. Сацилистская паста, знаете, такое. Так, мука, кстати, первый раз вот это вот взяла. Пятерочки, по скидке, Некрасовская. Сегодня вечером будем делать заготовки разные. День оптимизации у нас такой, знаете, будет. Творожная масса, вот такую тоже попробую взяла. Люблю сейчас делать день оптимизации, поэтому вот сразу такой большой пакет. мы делаем, ну, 3-4 часа нужно потратить и налепим пельмени, вареников, голубцов иногда накручиваем и замораживаем. Где-то месяц я потом вообще не парюсь по поводу того, когда придешь с работы и не знаешь, что приготовить. Вот. Своё натуральное. В общем, если интересно, расскажу вам поподробнее, также могу потом показать, что мы делаем в этот день оптимизации. Всё, мои дорогие.